...перемещение, которое на самом деле является условием системной коррупции, ее организована в форме проявления. Точки риска, где это может произойти. То есть мы боремся уже не с фактом и последствиями, а стараемся предупредить. Предупредить. И когда вот такие точки интенсивные, вот эти красные, я уверена, что они четко отслеживаются и просматриваются. Но с другой стороны, у этого ведомства тоже есть определенные ограничения в том плане, что они должны это доказать. И поэтому этот процесс может длиться иногда полгода, иногда год. Мы правовое государство, и мы не можем по понятию. Да, да. Я уверена, что там такие мониторящие механизмы, которые четко могут выявить и выявят в ближайшее время всех тех, кто этим занимается, кто эти миллионы зарабатывает. Второе, безусловно, о том, что это наше общество, которое еще считает. Ну, это с кем-то случилось. Со мной этого не случилось. А общество вообще осуждает у нас это? А я думаю, что нет. Вот это самое важное. Да. Потому что даже дети, которые родители, допустим, неоправданные деньги, полученные, да, этот ребенок демонстрирует их... Они были привлечены к ответственности. Потом в школе, и директора школы, эти данные известны. Потом в ВУЗе, и вот так вот получается, что на всех стадиях... Это общество не порицается, а поощряется. Получается так, что все довольны. А того, кого посадили, не повезло. Да, не повезло. Поэтому здесь, на мой взгляд, здесь большая работа и с мировоззрением, формирование вот этого нулевой терпунности, про которую мы говорим. Потому что я даже в фейсбуке часто читаю, да, некие посадили коррупции. Они не верят судам, не верят правоохранительным гордо. Некие не посадили, да. Как раз недавно говорил и о судах. Не будем скрывать, что безобразия в судейском системе очень много еще. Старые кадры сидят, маздоимцы сидят, кого ловим, кого не ловим, а народ все знает. Будут они там справедливость находить или нет. Поэтому там у нас предстоит очень большая серьезная работа. Справятся сегодняшние кадры этим или нет, я не знаю. Вот в 100 шагах верховенства закона, это должно нам стать самым главным, потому что без этого никакой демократии. Я очень часто читаю у наших граждан, что они хотят демократии. Но в то же время, когда касается вопрос о верховенстве закона, то как бы они этого не понимали. Они хотят не демократию, а анархию, получается. Получается так. Чтобы было не по закону, а по понятиям. Тем более, что греческая демократия – это строгая подчиненность по закону меньшинства и интересам большинства. И вопросов никаких нет. Никаких. И нигде. Американский полицейский стреляет без разговоров. Где те же люди бы подняли крик, что наш полицейский задел дубинкой, и кричали бы о полицейском государстве. Там это норма. Там может выйти несколько тысяч иногда дик... Субтитры создавал DimaTorzok